после песок то есть за месяц умерло 24 тысячи человек учеников арабиативы 24 тысячи это не просто были люди какие-то да что за люди это были ученики арабиативы были ну невероятно они на высочайшем духовном уровне и почему-то они все умирали в это время и с тех пор с тех пор установили представляете 3000 лет уже этому обычаю 3000 лет установили в это время не не бриться и не стричься вы можете спросить а какая связь вообще да какая связь умерли 24 тысячи учеников арабиативы а сейчас там в яков шатанин с бородой заросший с как бентусевич бородой заросший в израиле все кто обычно ходят вы выбриты есть которые всегда ходят с бородой а есть те которые всегда ходят выбритые пострижены а тут они 33 дня не стригутся не бреются почему здесь можно все вторе вообще вся тора это тренинг это конкретный тренинг постоянный безостановочный тренинг личностного роста и духовного развития значит все вот эти вот дни все эти дни идет работа над исправлением своих качеств да то есть в когда мы читаем когда мы читаем значит считаем дни омера мы каждый день исправляем себе какие-то качества там и так далее и сказали нам мудрецы наши да они говорят смотри ученики арабиативы умерли от плохих человеческих качеств они относились друг другу без должного уважения значит относились друг другу без должного уважения и значит несмотря на то что они были мудрейшие люди они были ученики самого великого раввина там последних тысячелетий арабиатива но из-за того что их духовный уровень был снижен тем что они не не уважали друг друга не были какие-то проблемные качества характера они все умерли от эпидемии и вот мы значит не стрижемся не бреемся зачем вот тут такой момент любая вот такая непонятная заповедь она является индикатором индикатором насколько у тебя внутри тобой управляет знание торы а насколько твое хочу и другие люди например у меня мама она прям каждый день она говорит мне и брату моему который тоже не стрижется не бреется когда вы уже пострижетесь но когда вы уже не могу вас видеть такими небритыми я вас родила красивыми а выше статьи не очень красивые так как так почему-то говорит мама вот и но и вот тут у человека выбор так что много управляет в жизни или управляет мое хочу я например хочу постричься я хочу побриться там и так далее или мной управляет система торы система правил и заданий и я подстраиваю свое хочу под вот эти вот задания теперь как мне подстроить свое хочу под вот эти вот задания которые мне не нравятся я хочу подняться на следующий уровень более высоте в своем развитии хочу приблизиться ко всевышнему хочу выполняя заповеди получить от всевышнего хороший депозит на небе хорошее отношение для того чтобы у меня в жизни тоже было все хорошо все же хотят чтобы в жизни было все хорошо хочешь чтобы у тебя было хорошо делать то что всевышний тебе сказал делать это как бы очень понятная такая схема понятно да поэтому сегодня как раз можно после урока пойду уже заканчивается это время перед шавата можно постричься побриться я очень этому рад очень этому рад что я выполнил волю всевышнего и теперь пойду подстригусь побреюсь очень нет уже это радует это радует это радует это радует и рок урок наш сегодня на какую тему как вы думаете на тему которая называется врата радости то есть мы разобрались жестокостью мы уже поняли в каких ситуациях надо быть жестоким хотим не надо быть жестоким и когда мы разобрались полностью жестокостью то что нам остается радоваться врата радости вот мы сейчас сейчас мы с вами значит мы вот и youtube у меня заработал секундочку сейчас потому что кто-то смотрит только в ютюбе и мы поэтому сейчас подключим youtube чтобы ему было тоже удобно смотреть у нас youtube все и в ютюбе пошла запись зрителей пока нет начать эфира все так так все все работает врата радости говорит нам автор этой книги что радость симха то есть наверите есть ошер это счастье мы учили да а симха это радость есть такое имя даже симха как тебя зовут радость у меня друг его зовут симха чем это имя бывает и женское и мужское из девочки по имени симха есть мальчики по имени симха но под радость это какого рода в русском языке радость она радость или он радость неважно важно что симха вот эта радость приходит человеку как результат душевного покоя и отсутствия беды то есть если у человека нету беды никакой да или то что он идентифицирует как беда есть люди которые кричат беда беда по любому поводу как проблема проблема есть люди очень проблемно у них прямо проблема на проблеме на проблеме и проблемой погоняет а есть люди у которых спрашиваешь когда-то вот руку хотят отрезать гангрена и что ну вторая зато останется то есть люди которые которые даже самые тяжелые ситуации воспринимают как не проблема а если не которые даже самые самые такие простые ситуации воспринимают как большая проблема теперь но радость она приходит чеку как результат как следствие когда у него душевный покой и отсутствие вот это вот беды проблемы и так далее то есть и в этот момент радость это как индикатор она результат теперь чек всегда рад дальше он нам говорит еще один одну причину радости тысячи лет назад эта книга написана чем всегда рад если добивается желаемого и с ним не случается ничего огорчительного то есть тоже здесь очень интересно это кавилка чек всегда рад когда добивается желаемого то есть он себе мысли придумал я хочу вот это я вот это именно хочу да думая человек и когда он это получает то что он хочет он на чувствует радость и с ним не случается ничего что он бы не хотел за проблемами человек не не гонится они приходят сами То есть человек, он хочет, чтобы к нему ничего плохого не приходило, оно приходит. Он хочет, чтобы было хорошее что-то, оно убегает. То есть понятно вот эти вот две как бы силы. Если у тебя душевный покой, нет проблем, ты получаешь то, что ты хочешь, и с тобой не случается то, что ты не хочешь, в этот момент к человеку приходит радость. И что она дает, эта радость? Светится лицо, сияет, который всегда радостен. От него исходит свет, здоровое тело, и старость не приходит к нему быстро. Как сказано, радостное сердце освещает мир. 17 глава в притчах написано, в ФБ нет звука, говорит Эмма Дрейзен. У остальных, я не знаю, напишите, если у всех нет звука, я буду что-то делать. Если у всех есть звук, а только у Эмма нет звука, значит Эмма должна включить звук. Значит напишите у остальных, в ФБ есть звук или нет. Но в Ютюбе точно есть звук, в Телеграме есть звук. Все, значит Наталья, спасибо большое. Значит получается, нам выгодно быть радостными, потому что если у тебя есть радость на сердце, то тогда хорошее здоровье, светится лицо, здоровое тело, и старость не приходит быстро. То есть отлично, смысл есть быть радостным. И мы знаем, как быть радостным, душевный покой должен быть. Второе, получать то, что ты хочешь, и не получать то, чего ты не хочешь. И значит отсутствие беды, все очень прекрасно, нам понятно, как получить вот эту радость. Через организовать все вот эти вот причины для радости. Теперь дальше. От радости к человеку приходит смех. То есть есть радость, это эмоция, а смех, это выражение этой радости. И тут вдруг он начинает нам говорить такие вещи, которые нас как бы объясняющие. Разумному не следует предаваться смеху слишком, ибо вместе со смехом приходит легкомыслие. Как сказано, смех глупца подобен треску колючих, горящих в костре под котелком. В Каэлите написано, да? И уже сказано, что неуместный смех один из признаков глупости. И тот же Раби Акива, о котором мы говорили, он говорит, что значит, он говорит так. Он говорит, если человек много смеется и легкомысленный, это приводит его к разврату. И действительно, проводили исследование, какое качество в мужчинах больше всего ценят женщины, умение рассмешить и развеселить. Или получается, что действительно тот, кто такой умеет смеется все время и все, то женщины, конечно, будут тоже вести себя с ними легкомысленно, поэтому Раби Акива предупредил, что нельзя. Поэтому, пишет нам автор этой книги, моральный человек не будет смешлив в собрании. Как сказано, что смешливость уменьшает страх перед Всевышним. Почему, он говорит? Потому что смеять человек не может направить свои мысли к страху перед Всевышним. И не будет у него страха перед Всевышним, и значит, он может после этого тогда для него все возможно. То есть, смотрите, как получается интересно. Когда у человека нету проблемы, нет страха, у него есть радость. Когда у него есть радость, она переходит на следующую стадию, он становится веселый, смешливый, начинает эту радость выражать. Когда у него нет страха, у него открывается как бы море по колено, и он может в этот момент, потеряв страх перед Всевышним и перед всем, он может совершить много ошибок. Но тут мы явно видим, что вместе страх и смех, они не живут. Страх и смех, они живут в разных плоскостях. Поэтому, убирая, увеличивая радость, мы уменьшаем страх и смех. То есть, вот в этой плоскости мы как раз и работаем. Значит, и он говорит дальше, пишет пророк Ирмия, что я не сидел и не веселился на сборищах играющих. То есть, идти туда, где собираются люди, которые просто смеются, не надо. И написано в Мишле, в притчах от всякой, эцев там написано, это не печаль, эцев, ну эцев это груз, можно сказать, да, такой груз, отцов, что-то отцов такое. Будет прибыль, мута. То есть, человеку от грусти у него есть прибыль, от радости у него есть еще большая радость, которая его может куда-то разнести. Теперь, я очень часто, так как в последнее время я изучаю счастье, радость, я этот эффект наблюдаю невероятно сильно. Все негативные эмоции, они человека побуждают к каким-то действиям. То есть, человеку страшно, он куда-то бежит. Человек боится там за завтрашний день, он весь дрожит, но он начинает там как хомяк откладывать себе там какие-то на черный день. То есть, с одной стороны, негативные эмоции, они побуждают к действию, кроме грусти, кстати. Тут я не понимаю, почему грусть, потому что грусть ведет к бессилию. То есть, если там раздражение, оно еще куда-то двигает или там гнев, то грусть, вот эта вот депрессуха такая, она никуда не двигает. Значит, дальше он пишет, что есть негативные последствия веселья и смеха. Он пишет, как раньше писали, множество зол заключено в веселье и смехе. Какие же зла? Посмотрим. Например, если кто-то радуется падению ближнего, когда с ним случается беда. Об этом мы в Мишле учили как раз сегодня 24 главу, я каждый день читаю главу. И там сегодня 24 число, и я 24 главу читал. Там есть этот отрывок, что при падении врага твоего не радуйся. Если спотнется он, да не возликует твое сердце. Это 17 отрывок. А почему? 18 объясняет. Потому что Всевышний от него отвернет свой гнев и на тебя направит. То есть, дай Всевышнему закончить. Враг твой падает, не радуйся. То есть, почему он падает? Потому что он твой враг, он тебе сделал зло. Если он сделал тебе зло, значит, ему за это положено наказание. А тут ты уже радуешься, значит, ему же наказание не положено. Значит, ты с него же снимаешь полностью все наказание. Это такой есть духовный закон. Теперь, ну почему же такая радость еще, она является злом, да? Я помню, у нас в сборной серии был, и у нас была такая поговорка. Нет больше радости, чем неудача товарища. То есть, в сборной, когда все на конкуренции, то для тебя все остальные, как бы, соперники. И люди очень часто говорят про других плохо, вот это злословие, там, сплетни. Именно для того, чтобы возвыситься и порадоваться. То есть, есть такая плохая радость, когда ты за счет падения человека какого-то, да, ты говоришь, ну ты радуйся этому. Тут мы когда-то учили в книге «Сад благодарности» у Равша Ломаруша. Мы учили, или в другой какой-то книге, я не помню сейчас, где я это читал. Но там есть, в другой, в другой, точно в другой. Там есть такой, такой, как бы, совет. Вот если ты видишь кого-то, кому плохо, то ты не можешь радоваться, что ему плохо. Но он тебе каждый раз, когда ты видишь кого-то, кому плохо, он для тебя звоночит напоминание, которое должен у тебя включить благодарность перед Всевышним, что у тебя не так. Никто тебе не гарантировал, что там ты, ну, например, человек живет где-нибудь в каком-то городе, где не бомбят, да. А сейчас там есть много городов, в которых бомбят вообще. Теперь, радоваться, что их бомбят, это зло. Это так нельзя делать, да, радоваться, что их бомбят. Но сказать спасибо Всевышнему миллион раз, что я сегодня проснулся, а меня не бомбят, это добро. То есть, когда мы видим, что с кем-то происходит что-то негативное, то ему надо помочь, радоваться тому, что с ним зло не надо. Но поблагодарить Всевышнего, что с тобой этого нет, и вспомнить каждый раз, когда ты видишь человека, который там, не дай бог, с переломом, да, ты можешь подумать, слава богу, что у меня руки целы, не дай бог, если бы сейчас у меня были бы переломы, как бы я себя сейчас чувствовал. Или там кто-то без ног, не дай бог, кто-то, как говорила такая слепая женщина была, Эллен Кетлер ее звали, она такая была писательница, поэтесса американская, философ, мыслитель. Родилась слепая, вообще ничего не видела. И она говорит, я одно время расстраивалась, это неизвестная фраза, что у меня нет красивых ботинок. И я расстраивалась, и даже иногда плакала, что у меня нет красивых ботинок, пока не встретила человека, у которого не было ног. И она говорит, в этот момент я подумала, слава богу, что у меня есть ноги, у меня нет ботинок, зато есть ноги, а у кого-то ног нет. То есть поняли, да, разницу. Не радоваться, что у него нет ног, это нельзя радоваться, что у него нет ног. И даже ему нельзя сказать, вот, типа, слава богу, что у меня есть, это нельзя так, это может его обидеть. Но внутри сказать спасибо Всевышнему, что перестать как должное воспринимать, что каждый вдох это подарок Всевышнего, каждое движение то, что ты можешь, подарок Всевышнего, видеть можешь, подарок Всевышнего, пьешь, ешь, интернет есть, свет есть, все подарок Всевышнего. Теперь дальше он пишет, но самое плохое это радоваться, когда плохо тем, кто служит Всевышнему. Потому что если он слуга царя, а ты смеешься, что ему плохо, ты как будто бы выступаешь против царя. Понятно, да? Да? И приводится здесь молитва Раби Нихуня Бен Акана. Он молился все время за своих товарищей. Хотя они были его, может, конкуренты где-то в учении. Он молился, да не споткнутся, не ошибутся в учении мои товарищи. И да буду я рады им, и да не ошибусь я в учении, и да будут они рады мне. Вот тут надо чуть-чуть, как бы, тоже отнестись рационально к этому аспекту. Например, человек, он очень позитивный, он за всех радуется. Он за всех радуется, он, если там с тем-то плохо, он не радуется, что ему плохо, а радуется, что наоборот, спасибо Всевышнему, что мне хорошо. Но, но, это не значит, что другие думают так же. И есть полный очень такой запрет в Торе, хвастаться, рассказывать, как у тебя все хорошо, говорить о своих планах не надо, потому что не все люди ходят на нашу роте. К сожалению, вот 60 человек в Ютьюбе, 70 человек в Телеграме и 50 человек в Фейсбуке, да, около 200 человек получают вот эту великую мудрость. Остальные не получают. И они живут в концепции наоборот. Вот у кого-то хорошо, они начинают завидовать и желать ему плохо. Поэтому, если вы уже себя перестроили, не значит, что надо ходить и всем рассказывать, как у вас все хорошо, какие вы счастливые. Это у меня есть, ну, Академия счастья, там люди занимаются, и одна женщина, она говорит, меня просто все родственники возненавидели сейчас еще сильнее, потому что так они меня просто ненавидели. А сейчас я хожу с счастливостью, я улыбаюсь, они просто, это для них, как, как говорит, вообще красная тряпка, говорит, что я такая веселая, счастливая. Я говорю, так вы не показывайте, зачем вы показываете, что я такая счастливая? Ну, то есть, не надо, как-то скромнее. Внутри надо быть счастливым. Вот, теперь, и он молился, потому что видел, раби Нахуня Бен Акана, он видел еще во времена, это было Талмуда, Мишны, 2000 лет назад, он видел, что как часто один радуется ошибке другого, и ради собственной славы радуется победе своей в ученом споре. И некоторые серьезные люди даже этого не остерегаются. Дальше он пишет такую вещь, что есть еще другие дурные проявления радости и смеха. То есть, радоваться, когда кому-то плохо, это плохое проявление радости и смеха. И вот он пишет, какие есть проблемы, если человек смеется над теми, кто осторожен в служении Всевышнему и в исполнении его заповедей. То есть, есть люди, вот эти вот, которые особенно в Израиле, левая пресса их называют, они, ну, пресса, которая такая, либеральные, либерасты. И вот они, значит, эта либеральная пресса, они смеются над религиозными, над раввинами смеются, не дай бог, и так далее. Вот здесь четыре проблемы, в которые они себя ставят. У них у всех с жизнью просто полное вообще, ну, хуже не придумаешь. Они не понимают, что они вот этим своими насмешками над религиозными людьми, как они себе вредят. Вот давайте сейчас прочитаем, какой вред смеяться над теми, кто посвятил себя служению Всевышнему. Первое. Насмешник лишает свою душу света заповедей, ибо если он смеется над исполняющими заповедей и презирает их, заповеди покажутся ему самому достойными насмешки. То есть, первая проблема, в которую он попадает, он смеется над теми, кто соблюдает заповеди, значит, и сами заповеди для него становятся... Это почему-то YouTube отключился. Что-то, видно, у меня шнур зарядный перестал работать. Ну, бывает. Потом разберусь. Значит, первый вид на смешник, тот, кто смеется над теми, кто соблюдает заповеди, он смеется как бы над самими заповедями. Второе. Второе. Он, когда он смеется над теми, кто соблюдает заповеди, тот, хотя написано в шелханарухе, первая лоха, закон, что не обращая внимания, соблюдая заповеди над теми, кто над тобой смеется. Но не все учили этот первый аллаху, не все могут ее применять, это очень сложно. И когда над человеком смеется, это может на него повлиять в худшую сторону, и он бросит делать то, что он делает. Поэтому это не просто насмешка над ними. Может быть, кто-то из-за этого не станет религиозным из-за этой насмешки. И уже как бы здесь добавляется еще одна проблема. Третье. Значит, те, которые не пробовали еще идти путями Всевышнего, они почитают эти насмешки, как люди приезжают в Израиль, открывают какие-то сайты, новости, все читают. Вот все проблемы за религиозных, религиозные бюджеты там забирают, религиозные в армию не идут, религиозные то, религиозные это. И что? Значит, из-за вот этих насмешек люди, которые покамест не знают, не пробовали, они не смогут принять заповеди служения Всевышнему и останутся во тьме во все свои дни. И так насмешник не только лежает ближнего великого добра, который ожидает праведников, но и, получается, многих низвергает в ад, и за это насмешник подвергает себя наказанию, как заставляющих грешить многих. То есть все эти журналисты, которые насмехаются над религиозными, у них очень страшная жизнь, и ждет их еще более страшная жизнь, потому что они не знают, какие проблемы они делают, они это делают. Четвертый вид таков, что такой насмешник подобен разбойнику на перепуте, который отрубает ноги тем, кто приносит дары царю. Это человек-ненавистник и враг царя, и весьма великое зло, исходящее от него. То есть получается, что тот человек, который других останавливает от служения Всевышнему, он становится врагом Всевышнего. Поэтому нельзя насмехаться ни в коем, ни в коем случае над религиозными людьми, как бы странно это ни казалось, но они решили посвятить себя служению Всевышнему. И тот, кто не знает, что это такое, он не может даже об этом рассуждать, как есть самая известная история. Значит, я помню, когда я только начал соблюдать, приехал я к одному знакомому, который был нерелигиозный, он приехал из Москвы, такой богатый, очень из богатой семьи, снял себе дом здесь в Израиле, все. И я приезжаю религиозный, такой, вот с такой бородой, в шляпе, такое первое время был просто, я как, вот не открылся этот мир духовный, да, я просто был фанатик религиозный. Мне очень нравился Искок Зильберг, который от него прям свет шел. Мне повезло, что я встретился с самыми святыми людьми такими. И он мне говорит, да, религиозный, и начинает пересказывать все вот эти вот из газет, из журналов, из сайтов, все сплетни, которые выдумывают, просто высазывают из пальца вот эти вот журналисты. Как их назвали Ильфа Петров, акробаты, пера, шакалы ротационных машин, в то время их так назвали. И вот, значит, он говорит, вот эти религиозные, там по публичным домам ходят. Я говорю, а ты откуда знаешь, ты что, часто там, ты работаешь там, или, говорю, или ты видел их там в публичном доме. Он с женой сидит, я говорю, ты лично видел, откуда ты знаешь, ты же не ходишь туда, наверное, я надеюсь. Он говорит, ну я не хожу, конечно, я не хожу в публичные дома, откуда ты что вообще. Ну, я не видел, говорит, своими глазами, хорошо, рассказывать люди. Я говорю, а ты всему веришь, что люди рассказывают? Вот ты же просто открываешь журналы, ты всему веришь? Он, не всему верю. Я говорю, ну, значит, тоже наврали. Он говорит, хорошо, а вот я видел там, что... Ну, еще одну сплетню какую-то. Я говорю, ты сам видел? Нет, не видел. Хорошо, я говорю, а что ты видел? Вот я видел одного религиозного, он там что-то не то сделал. Я говорю, секундочку, а ты откуда знаешь, что он религиозный? Он говорит, ну, он одетый был, как религиозный. То есть, я говорю, так если человек одетый, как религиозный, а ведет себя не по-религиозному, так он, значит, нерелигиозный. То есть, значит, по одежке встречают, по уму провожают. Значит, если ты видишь по действиям, что он нерелигиозный, значит, он нерелигиозный, он переодетый в религиозного. Наверное, это был нерелигиозный, который переоделся в религиозного, и он себя так вел. А если так себя нерелигиозно ведет, это нормально? Он говорит, это нормально. Ну, все нерелигиозные так себя ведут. Я говорю, так смотри, что получается. Значит, религиозный человек, это действительно даже в твоем восприятии, это какое-то супер духовное правильное поведение. И ты считаешь, что это поведение правильное, нравственное, высокоморальное, такое красивое поведение. И ты бы, в принципе, хотел бы так себя вести. Ну, то есть, это правильно. Он говорит, в принципе, да. А что ж ты тогда очерняешь этих людей, которые так себя ведут? И говоришь, что они так себя не ведут. Ну, то есть, и тут вот начинаются вот эти вот внутренние у каждого человека сомнения, потому что большинство людей, они ищут истину, они в душе это чувствуют истину. То есть, Всевышний, он же есть в душе у каждого, а Всевышний и есть эта истина, да. Настоящая такая чистая духовная истина. Но вот эти вот все журналисты, конечно, они все путают. Хорошо. Значит, смеяться над религиозными людьми есть в этом четыре опасности. То есть, радость, такая радость, она черная и вредная. И дальше мы завтра прочтем еще. Оказалось, глава про радость, самая длинная глава в этой книге. То есть, среди всех качеств оказалось, что радость, оно самое такое глубокое, в котором есть очень много разных нюансов. Следующий у нас будет урок, начинается с того, что есть радость горькая, как белина. И мы, значит, узнаем, что за радость горькая, как белина, мы узнаем завтра, с Божьей помощью. А пока мы давайте остановимся и поймем. Радость сама по себе это хорошее качество. Оно происходит, если все отладить в душе правильно, то радость придет как следствие и даст радость очень много пользы в жизни. Значит, все, а мы с вами уходим. Шаббат шалом, чтобы было много радости, чтобы было именно шалом. Шалом внутри, шалом в отношениях, шалом в мире. Тогда будет радость бесконечная, внутри будет радость и будет у всех все хорошо. Все, с Божьей помощью, чтобы за то, что мы стремимся ко Всевышнему, Всевышний нам дал чистое, истинное, настоящее знание, как правильно выстроить свою жизнь. Чтобы мы, исходя из этого знания от Всевышнего, выстраивали свою жизнь и как следствие получали радость, благополучие, здоровье, счастье и все, что нужно человеку для того, чтобы реализовать свой духовный потенциал в этом мире. Включая деньги, включая финансово-материальное благополучие, чтобы на все хватало. Чтобы на все хватало и чтобы была радость. Все, всем удачи, успехов, шаббат, шалом. Встречаемся с Божьей помощью в воскресенье. И в воскресенье в 11.00 есть урок для партнеров и спонсоров Икра, где можно задавать вопросы, поэтому вы можете посмотреть по ссылочкам, можно стать партнером во всей нашей деятельности. Мы поставили сейчас очень такую духовную большую цель. У нас сейчас за апрель было 32 тысячи часов просмотра урока в Торы в месяц. А мы хотим, чтобы был миллион часов просмотров в месяц урока в Торы и чтобы вот этот миллион просмотров, миллион часов, представляете, как будто бы миллион человек по часу изучают волю Всевышнего. И я верю, что это создаст такой большой свет, что наступит мир. Поэтому давайте присоединяйтесь. Все партнеры и спонсоры Икра, платформы, имеют в этом долю. Если вы знаете, хорошо знаете интернет-технологии, если вы в этом хорошо понимаете, то welcome, напишите через Якова Шатадина. Если вы знаете, как усилить сигнал, мы будем рады вместе с вами усилить сигнал Торы. Все. Шаббат шалом. Счастливо. Шаббат шалом. Счастливо.